Мистер Иванова 2013 один из самых амбициозных проектов многолетней истории конкурсов красоты. Сегодня мы находимся на генеральном прогоне официальной церемонии. В этом году ее название и тематика посвящены грядущей Олимпиаде в Сочи. И так как о конкурсе думают сами участники и организаторы, находясь уже в общем-то на финишной прямой. Об этом и не только в нашем сюжете. 17 участников, 17 индивидуальностей и каждая с претензией на победу. Команда профессионалов помогает этим молодым красавцам сделать последний рывок. Генеральная репетиция это всегда очень важный момент, потому что он даже для нас, режиссеров и хореографов и сценаристов, он даже важнее, чем финальное шоу. Именно здесь ты можешь увидеть все из зрительного зала, будем так говорить, подкорректировать что-то, а уже само финальное шоу вряд ли увидишь. Ты находишься за кулисами и совсем по-другому на все это смотришь. Идешь по марке, и когда выходит, зритель говорит, ой, вроде как так здорово было, груда, столько всего было на самом деле. Поэтому для нас сейчас важный день. Мистер Иванова самый молодой из существующих в нашем городе конкурсов красоты. Привлекательность мужчины, считают организаторы, заключается не во внешних данных, а в его внутреннем стежне. Дефиле в плавках вот уже как несколько лет отменено. Кстати, желающих принять участие в конкурсе после этого нового введения в разы прибавилось. Будущие мистеры действительно стремятся не показать, а доказать, что они достойны этого титула. Я горжусь прям многими из ребят, и именно талантами, и отношением к тому, отношением к делу, как они именно подходят к репетициям, к самому финальному шоу, к самому конкурсу. Пошли, 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 доходим до конца, поворачиваемся к зрителям, расходимся, расходимся по своим местам. Все, и погнали. Евгений Гридасов через сутки получит звание первого вице-мистера города и мистера диска. Сейчас готовит детей к выступлению в своем творческом номере. После поездки с остальными участниками в детский дом номер два, ему предложили преподавать там брейк-данс, которым Женя занимается уже много лет. Согласился. Говорит, что готов к любым интересным сотрудничествам. Правда, к концу сегодняшнего дня чувствует уже сильную усталость. Все-таки сцена – это тяжело. Вот, то есть вот у нас репетиции были каждый день на протяжении месяца по пять, по шесть часов. То есть очень тяжело. Мне еще повезло, я как бы не учусь сейчас, но у меня диплом. А ребята, которые учатся, то есть тяжело, тяжело. Но положительного опыта тоже много было. Дмитрий Чекуров совсем скоро будет назван мистером дружбы и мистером фитнес. В 15 лет он занимается греко-римской борьбой. А благодаря конкурсу всего за один месяц открыл в себе и другие таланты. Я понял для себя очень многое. Я совсем не привык к танцам, не совсем не привык к таким постановкам. Привык больше к спортивным занятиям. Здесь я совсем себя развил с другой стороны. Меня научили движением. Я развился уже в другой деятельности. Претендовать на звание мистера Иванова может активный, успешный молодой человек любой расы и вероисповедания. По крайней мере, этот год показал, что никаких предубеждений в отборе участников у дирекции конкурса нет. В этом году действительно, я еще раз повторюсь, ребята попались очень талантливые. И очень интересно. И самое главное, этот год, наверное, можно отметить тем, что он многонациональный. Наверное, мы могли бы в этом году назвать конкурс не мистер Иванова, а мистер мира. И, наверное, вот этим он и как раз отличается от других конкурсов. И я, Луиза, 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 Луиза. Арсен, студент сельхозакадемии. Скромен, но честен. Еще до объявления результатов догадывался, что в таланте равных ему не будет. За этим титулом пришел. Его и взял. Я хочу, чтобы все смотрят мой талант. Ну, первое. Я пою. И я хочу, чтобы все знают, что я делаю в жизни. Все пошло, пошло. Ну вот. Поэтому я здесь в мистер Иванов. Из года в год мы наблюдаем, как из ивановских молодых ребят вырастают настоящие мужчины. Дистанцию 2013 быстрее всех преодолел 21-летний Николай Мельников. Я хочу поблагодарить в первую очередь всех тех людей, которые помогали мне работать в этом замечательном шоу. Это конкурс. И, конечно же, родителей своих, друзей, подруг, которые пришли за меня сегодня болеть. И, конечно же, спасибо вам, ребята. Вы тот же чудо. Я вас всех люблю. Спасибо. Нина Сардейская, Андрей Семивуков, РТВ Иванова. Субтитры сделал DimaTorzok